Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Не футболом единым славится Бразилия. Рязанские профи бразильского джиу-джитсу показали супер-класс. Теннис большой – это не просто хорошо. Теннис – это стиль жизни. Несмотря на лето и жаркую погоду, на рязанские спортсмены продолжают выполнять копилки наград. Далее в программе обзор основных спортивных событий и достижений рязанских спортсменов за прошедшую неделю. Рязанские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по борьбе на поясах. Кубок прошел в Воронеже с 24 по 26 июля. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. Рязанские спортсмены успешно выступили на Кубке России и завоевали два золота, четыре серебра и две бронзы. В борьбе классическим стилем Александр Афонин стал победителем в весовой категории 75 килограммов. Серебром – у Александра Емельянова. Золото весовой категории 82 килограмма завоевал Артем Звонов. Вторым весовой категорией 62 килограмма стал Андрей Мирошин. Два серебра достались Денису Левкову в весовых категориях 100 и свыше 100 килограммов. В турнире «Вольников» третье место занял Александр Афонин в весовой категории до 75 килограммов бронза, в весовой категории 100 килограммов у Сергея Чертянникова. Рязанские рафтеры успешно выступили на чемпионате Европы. Соревнования, в которых принимали участие более 200 спортсменов, проходили с 17 по 20 июля в Братиславе. В составе сборной команды России в соревнованиях выступали рязанцы. Женская команда завоевала первое место в общем зачете. Российская мужская сборная, состоявшая из рязанцев, стала пятой в общем зачете. Рязанец завоевал серебро первенства мира по тэквондо среди кадетов 2000-2002 годов рождения, прошедшего в городе Баку. Андрей Канаев на данных соревнованиях завоевал серебряную награду весовой категории 37 килограммов. Спортсмен тренируется в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва Юпитер, город Рязани, под руководством Шахоба Асаидова. Главным спортивным событием этого лета, безусловно, стал чемпионат мира по футболу в Бразилии. Хозяева чемпионата, как известно, выступили не очень удачно. Впрочем, не только футболом живет Бразилия. В стране мыльных опер пользуются широкой популярностью не только игра с мячом, но и бразильская джиу-джитсу. Особенно после проведения турниров по смешанным боевым единоборствам, этот вид борьбы широко шагает по планете. О развитии БДД, историй и перспективах на Рязанской земле в следующем материале. Бразильская джиу-джитсу ведет свои корни от традиционных японских боевых искусств. Считается, что уроки джиу-джитсу позволяют физически менее слабому бойцу не просто противостоять, но и побеждать более сильного соперника. Ведь, по мнению многих тренеров и спортсменов, ведение борьбы на земле практически сводит на нет преимущества в природных габаритах одного спортсмена над другим. Другими словами, техника и приемы бразильского джиу-джитсу направлены на перевод противника на землю. Основы техники – это броски, болевые приемы и удушение. Популярность бразильская джиу-джитсу завоевала во многом благодаря развитию смешанных боевых единоборств. Сейчас практически все бойцы ММА используют эффективные приемы БДД, хотя оно зарождалось совсем в других условиях. Родоначальником бразильского джиу-джитсу принято считать семью Грейси. В начале 20 века 14-летний местный аристократ Карлуш Грейси наблюдал демонстрацию дзюдо от путешествующего по меру японского мастера Митсуэ Маеда. Карлуш решил изучить дзюдо. Мастер Маеда принял его в ученики, а тот стал сам мастером и вместе со своим младшим братом Элио Грейси заложил основу современного бразильского джиу-джитсу. Практически все члены семьи Грейси продолжили не только развивать систему БДД в течение всего века, но и весьма часто выступали на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам. А в начале 90-х годов, когда бразильский мастер Ройс Грейси выиграл первый, второй и четвертый ультимейт файтинг чемпионшип, то есть единственный на тот момент турнир, объединявший представителей различных единоборств. На БДД обратили внимание многие любители борьбы. Ройс боролся против противников, которые практиковали другие виды спорта, включая бокс, карате, тэквондо и борьбу. Особенно эффектными и впечатляющими были его победы над бойцами, превосходившими бразильца в габаритах. Это важная часть борьбы. Люди не интересуются. Это очень долго. Это не просто бразильный, это終了. Это終了. В общем-то, с тех пор бразильская джиу-джитсу получила не только известность и популярность, но и уважение в среде профессиональных бойцов смешанных боевых единоборств. Ведь, как оказалось, именно умение за счет болевых или удушающих приемов уже на земле доводить поединок до победы особенно необходимо в схватках ММА. Совсем недавно с престижного турнира по бразильскому джиу-джитсу, проводимого под эгидой Североамериканской ассоциации грэплинга, из Дортмунда, что в Германии, вернулись с чемпионскими поясами и юные рязанские джиу-джитсеры. Прямо на стадионе Доргунской Баруси на 12 коврах соревновались более 500 молодых спортсменов. Как говорят ребята из спортшколы Олимпийц, схваток здесь проводилось немного, однако турнирный план составлен был так плотно, что борцы не успевали полностью восстановиться между поединками. Тренер по бразильскому джиу-джитсу Игорь Калина говорит, что рязанская команда состояла из трех человек, и все ее представители выступили крайне успешно. Победу на турнире завоевали брат и сестра Марк и Лера Фокины. Особенно сложно пришлось старшему Марку, ведь ему противостоял чемпион Англии по бразильскому джиу-джитсу, да еще и на два года старше. В обоих поединках более опытный англичанин сумел вначале провести приемы, впрочем, к концу раунда Марк выравнивал ход боя и побеждал. Про себя Марк Фокин рассказывает, что заниматься единоборствами начал с занятий по айкидо. Однако, по его словам, там ему недоставало практики борьбы, и он перешел в традиционное джиу-джитсу, а затем и в бразильское. Сестра Марка, Лера Фокина, также сумела добиться победы. Вместе с братом она занимается джиу-джитсу уже около четырех лет. Сначала я занималась джиу-джитсу традиционным, потом мы перешли в клуб «Бразильское джиу-джитсу». Бразильское джиу-джитсу мне нравится больше, потому что там техники их больше, и можно и в стойке бороться, и на полу. Оно не стоит на месте, оно постоянно развивается, новые приемы, и как бы своя субкультура, также она как бы подходит для всего. Эта борьба сочетает в себе и бросковую технику, и работу на земле, в партере. Также очень мало ограничений, по которым выступаешь. Это очень удобно. Оба юных чемпиона повышают свое мастерство под руководством тренера по бразильскому джиу-джитсу Игоря Калины. По его словам, сейчас БДД пользуется все больше популярностью. Вид спорта прикладной, травм, несмотря на контактный характер тренировок не так много, заниматься можно начинать уже с раннего детского возраста. Ну, детей всегда легко набирать. Дети, они как бы приходят, по большому счету, они не понимают до конца, чем занимаются. В Рязани пока мы начинаем, но не мы одни, у нас есть клубы, где тоже развивают бразильск. Ну, насколько я знаю, в основном для взрослых. Вот, хотя вот я считаю, что начинать нужно с детского возраста, бажажей, оно хорошо подходит для детей. Я думаю, что будет все больше и больше это развиваться. Ну, в мире очень, это очень популярно сейчас. И вообще, вот мы сейчас вернулись из Москвы, там приезжал очередной мастер, выдающийся. Вот мы у него три дня позанимались. Он и к детям очень, для него это вот норма, что маленькие дети тренируются. Кстати, в апреле Рязань посетил известный бразильский мастер Александр Фария. Он провел для ребят тренировку, после которой отметил усердие юных рязанских борцов. У нас уже 21 представительство клубов по всей России. И, да, думаю, то, что в любом случае это забота времени. То есть технике обучить несложно. И чемпионы в любом случае появятся. В общем-то, возможно, скоро имена юных рязанских борцов бразильского джиу-джитсуса звучат и на взрослых чемпионатах по этому увлекательному, современному и весьма эффективному единоборству. Именно ему отдают предпочтение известные политики, звезды кино и эстрады. Именно этот вид спорта позволяет развивать те качества характера, которые будут полезны в любых областях жизни. Решительность, уверенность в себе, умение быстро принимать решения. Это один из самых престижных видов спорта. Словом, теннис большой, и это хорошо. С каждым годом большой теннис приобретает все большую популярность и распространение в России и во всем мире. На крупных международных турнирах собирается огромное количество зрителей и большое число участников. Такая популярность тенниса не случайна, ведь теннис – это не только способ укрепления здоровья. Этот вид спорта способствует развитию таких физических качеств, как сила, быстрота, ловкость, гибкость, прыгучесть, выносливость. Занятия теннисом помогают развивать психологическую устойчивость и выдержку, уверенность, внимание на реакцию, координацию, память и логику. Занятия теннисом развивают физические и творческие данные. Можно с уверенностью сказать, что большой теннис способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Нередко говорят, в теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. Теннис – это шахматы в движении. Как ты считаешь, что нужно, чтобы выигрывать, побеждать в этом виде спорта? Какие качества нужны? Нужна сила воли, терпение, рвение к победе. Все это нужно, конечно. Во-первых, это нужна, мне кажется, хорошая психика, потому что не все могут устоять, когда счет равный, и у многих случается срыв. Безупречно, конечно, нужен настрой, сила воли. Нужна выносливость, нужна скорость, нужна резкость. Все, голова умная. А началом истории зарождение этого спорта принято считать вторую половину 19-го столетия. Хотя сама игра была придумана людьми намного раньше. Согласно историческим записям, в 11 веке, предположительно, о монастырях, появилась игра развлечения, которая называлась «Жо де пом», что в переводе с французского означало «игра ладонью». Суть игры заключалась в отбивании небольшого мяча колодошкой от одного игрока к другому, а играть в нее одновременно могли до 12 человек. Позже для отбивания мяча начали использовать специальные перчатки, потом биты, а еще позже, примерно в 16-м столетии, появились ракетки. Интересно, что поначалу в теннис играли исключительно в помещениях. В то время «Жо де пом» считалась элитной игрой, рекомендованной для знатных особ. У каждого короля был личный специально оборудованный зал для тенниса. У Франциска I он располагался на его королевской яхте, а Генрих II оборудовал теннисный зал прямо в Лувре. Обычные горожане, не имевшие доступа, в специальные залы начали играть на улице, что и стало началом зарождения тенниса в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Первым соревнованием по теннису стал венгелдонский турнир, который впервые был проведен в 1877 году и сохранил свою актуальность и до нашего времени. В 1900 году впервые состоялось соревнование национальных сборных по теннису, известное как Кубок Дэвиса. А с 1982 года игра является ежегодной частью программы Олимпийских игр. Сегодня теннис возведен в рамках профессиональных видов спорта. «Я навеки со спортом» Теннис большой – это хорошо Теннис большой – это хорошо Теннис большой – это хорошо Теннис большой Теннис 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 В будущем хотела бы стать известной теннисисткой? Конечно, так же как и все присутствуете здесь, хотела стать известной. Да, я считаю, что это преснижный вид спорта, как и, конечно, конный спорт. Мне тоже этим хотелось очень заниматься. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы мама меня увидела так же, как и Мария Шарапова на телевидении, чтобы за меня тоже переживали, радовались. Ну, я хочу просто научиться играть в теннис, каких-то, ну, побеждать в некоторых турнирах, в некоторых проигрывать, ну, просто играть. Проигрывать – это не страшно? Нет. В общем, учитесь теннису, играйте в теннис, и как минимум вы будете чувствовать себя сильнее, увереннее и свободнее, и не только на теннисном порте, но и за его пределами. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, будьте активными, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!